Эти ажурные металлические конструкции первоначально были построены для Всероссийской промышленной выставки, которая проходила в 1882 году в Москве. Затем они стали частью главного ярмарочного павильона промышленно-художественной выставки в Нижнем Новгороде в 1886 году. Затем павильоны были разобраны и распроданы. Именно тогда их предположительно и выкупил глава дореволюционного Нижнего Новгорода купец Дмитрий Сироткин. Конструкции перевезли на Нижегородскую стрелку и приспособили под складские помещения. Более ста лет они были скрыты за стенами ангаров. И лишь два года назад в ходе реконструкции стрелки перед чемпионатом мира по футболу их обнаружили исследователи. Чудо инженерной мысли сразу привлекло всеобщее внимание. Вот, например, в прошлом году пагаузы купаются в световых лучах на фестивале Intervals. Как в дальнейшем будут использоваться пагаузы, обсуждали участники видеоконференции во главе с министром культуры региона Олегом Берковичем. Изначально пагаузы планировалось застеклить. Но выяснилось, что для этого потребуется дополнительно усилить металлические конструкции. Что, в свою очередь, сильно изменит внешний вид объекта. А потому и был предложен новый вариант. На этом варианте что мы видим? Первое. Это мы вообще не прикасаемся к пагаузам. Кроме противоаварийных работ. Внутрь вставляются конструкции. Это легко возводимые временные конструкции. Фактически как фестивального типа. Но только потяжелее. Это металлокаркас плюс стекло. Это сборно-разборные конструкции. И таким образом мы, с одной стороны, сохраняем пагаузы и относимся к ним максимально бережно. С другой стороны, получаем возможность сделать там круглогодичные мероприятия. И, в общем-то, использовать как живую площадку. Вот примерно так это все может выглядеть внутри. Внутри пагаузов будет размещен концертный зал на 600 мест. И современное выставочное пространство. Также здесь будут кафе, гримерный и гардероб. На реализацию проекта потребуется около 600 миллионов рублей. В настоящее время ведется поиск финансирования. Вообще, территория Стрелки в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода будет полностью изменена. На видеоконференции стало известно, что возле главного собора региона точно появится памятник Александру Невскому. Он будет установлен со стороны стадиона. Александра Шеломцева, Наталья Елисова. Время новостей.